Всех приветствую! Появилась проблема с моим рабочим мультиметром. В режиме Омметра на экран постоянно выводится значение 75 Ом, хотя щупы в данный момент вообще не подключены. В режиме прозвонки и проверки диодов проблема сохраняется. При замыкании щупов короткое замыкание определяется. Прибор работает так, как будто параллельно щупам подключили сопротивление на 75 Ом. При этом напряжение прибор по-прежнему замеряет верно. Может быть действительно на разъемах для щупов откуда-то взялось сопротивление 75 Ом? Проверяю это другим мультиметром, а если точнее, токовыми клещами. 320 кОм. Никаких 76 Ом нет. На данный момент не знаю, с чем связан дефект, но попробую разобраться. Сначала, конечно же, проверил элементы питания. Все они имеют практически полный заряд. Напряжение по полтора вольта на каждом. Причина не настолько тривиальна, как я мог рассчитывать. Далее разобрал мультиметр и осмотрел контактные площадки колеса выбора режимов. Все контакты в идеальном состоянии. Не намека на какой-то износ, хоть я использую прибор практически каждый рабочий день. На контактах смазка. Чтобы отсечь возможную причину дефекта из-за смазки, стер ее на сухую бумажкой. Посмотрим, ушел ли дефект. Сейчас показывает 79 Ом. Дефект не ушел, а я уже почти исчерпал свои догадки по поводу причины неисправности. Может быть прибор уже отработал свое и придется его выбросить? Не хочется так думать. Заметил, что пропали показания температуры в помещении. Это из-за обрыва провода датчика температуры. Перепаял весь жгут проводов и показания температуры вернулись. Но непонятное значение сопротивления осталось. Сейчас уже 80 Ом. Заметил такую особенность. Когда нагреваю пальцем эту микросхему, показания растут. Сейчас уже 81 Ом. Попробуем подогреть ее феном и понаблюдаем за сопротивлением. Показания резко возрастают. Когда отвожу фен, падают. Похоже, что проблема в этой микросхеме. Очевидно, что это микроконтроллер. Как понял, микросхема слева отвечает за вывод измерений на экран. Точно, конечно же, не знаю. Схему к прибору я в глаза не видел. И даже желания почему-то такого нет. Похоже, неисправность внутри самой микросхемы контроллере. Замене она не подлежит, так как интегрирована в плату. Но до того, как выбросить аппарат на свалку истории, решил проверить, действительно ли показания возрастают из-за нагрева этой микросхемы. Может быть, феном нагреваются другие элементы, которые как раз и влияют на увеличение показаний сопротивления. Нагреваю микросхему жалом паяльника. Температура 320 градусов. Сопротивление растет. Но как-то вяло. Нашел элементы, нагрев которых более существенно влияет на дефект. Этими элементами оказались транзисторы под позициями Q7 и Q9. Маркировка у обоих 1F. Это биполярные транзисторы. Тип NPN. При проверке без выпаивания, оба транзистора в коротком замыкании между базой и коллектором. На плате есть еще несколько таких транзисторов, и они не звонятся. Не имеют короткого замыкания между любыми выводами. Наверное, какой-то из них умер. А может и сразу оба. Точный диагноз поставит проверка уже после выпаивания. Выпаиваю феном, предварительно пропаяв выводы с венецодержащим припоем. Сделал это для снижения температуры фена. Проверка показала, что только один транзистор неисправен, пропуская ток через коллектор-эмиттер в обоих направлениях. Второй такого дефекта не имеет, как и остальные транзисторы платы. Для проверки спаял аналогичный транзистор с другой части платы и впаял его на место неисправного. Посмотрим, ушел ли дефект. Сопротивление по нулям. Дефект устранен. Интересно, что стало с этим транзистором. Проверим его на приборе транзистор-тестер. Прибор не смог определить элемент. Теперь такой же, но исправный транзистор. Прибором определился. У меня в наличии нет новых NPN-резисторов в корпусе 123. По платам с разборки искать долго. Поэтому решил применить резистор C5707. Он обычно устанавливается в инверторы мониторов BenQ. И он в другом корпусе. Но также имеет тип NPN. И думаю, в приборе будет работать нормально. Особо не смотрел на характеристики типа коэффициентов усиления и другие. Можно сказать, взял первый попавшийся под руку транзистор подходящего типа и впаял его. Между металлической подложкой транзистора и компонентами платы под ним, выдержал достаточное расстояние, чтобы не было короткого замыкания. Проверяю работу. Отлично! Дефекта нет. Мультиметр собрал и, конечно же, проверил. Не стал ли он врать при работе в режиме ометра. И, как ни странно, никаких проблем с точностью измерений не появилось. Работает прибор так же, как и до появления неисправности. Я даже не понял, в какой момент прибор вышел из строя. Самое странное, что никаких сомнительных операций, типа замера тока в розетке 220 вольт, не производил. Неисправность появилась сама собой, без каких-либо на то причин. Но это хорошо, что удалось отремонтировать прибор, так как он практически основной рабочий инструмент, которым я пользуюсь при ремонте техники. Возможно, и вы когда-нибудь столкнетесь с подобной проблемой, и информация из ролика будет для вас полезной. На этом у меня все. Пожелаю, чтобы ваш рабочий инструмент не выходил без причины из строя. Всех благодарю за внимание и до новых встреч.